Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Насилие и его последствия ПТСР могут лечиться, если травма не удалена. На мой взгляд, здесь как бы, ну, не совсем, наверное, правильно поставлен вопрос, потому что посттравматическое расстройство, да, является следствием травмы, но может быть, как мы понимаем, и самостоятельным, некое самостоятельное, ну, самостоятельным образованием, да, самостоятельным состоянием. Соответственно, травму удалять не нужно, то есть, как бы, это не совсем корректный подход. То есть, травма лечится, травма корректируется, травма проживается и, как бы, ее воздействие на психику человека таким образом снимается. То же самое, в принципе, происходит и с ПТСР. Вот. Зависит только, многое зависит только от, я бы сказал, степени. Да. Вот. Ну, то есть, именно степень. То есть, насколько это, вот, влияет на человек. Вот. Поэтому, тут нужно смотреть именно, именно на степень. В первую очередь. Человеку, наверное, по идее, вначале найти, тут вы пишите, шелтер, не совсем понятно, что вы имеете в виду, увеличить безопасность и начинать восстановление, если это не так, и вырваться из дисков на осилие нельзя, то есть, бесполезно проработка травмы, причин и т.д. Вообще, конечно, как бы, жертва статана не способна защищать себя. Нет, это, на самом деле, необязательно, совершенно необязательно. Значит, в первую очередь найти безопасность и там восстанавливаться. Потому что, ну, там это не всегда такая возможность есть. То есть, не всегда есть физическая возможность для человека найти безопасное какое-то состояние. вот. Тут не всегда это возможно сделать. Поэтому искать, да, да, вот, ну, прямо вот искать, я бы сказал, искать, ну, безопасное состояние, да, можно и нужно, но фиксироваться на нем, наверное, было бы не совсем корректно. То есть, не совсем корректно было бы, наверное, его это состояние возводить в ранг сверхценностей. Потому что человек сам способен это состояние у себя создать. Человек сам может это состояние у себя создать. Вот. Поэтому тут я тоже, пожалуй, вынужден, вынужден, вот, с вами, ну, не согласиться. Дальше. Как быть честной в статане не способности себя защищать? Что вы имеете в виду здесь? Что вы вкладываете в понятие защиты? Для меня защита это, ну, в первую очередь, наверное, вопрос личных границ. То есть, это вопрос именно личных границ. Вот. Вопрос именно того, как я чувствую свои личные границы. На мой взгляд, правда здесь заключается в том, что человеку сложно, ну, скажем так, себя как-то вот прочувствовать. То есть, сложно прочувствовать и сложно увидеть, где личные границы начинаются, где они проходят, эти личные границы. То есть, где я, где ты. Где я, где, значит, ну, соответственно, другие люди. Вот. Поэтому очень важно, чтобы вы здесь постарались увидеть, что именно вы вкладываете в слова себя защитить. Вот. На мой взгляд, это довольно важный момент. Дальше. Так. Если в любом месте сразу все начинают издевки. Ну, я думаю, что это, конечно, очень деморализующая история. Когда в любом месте человек, ну, над человеком, получается, начинают издеваться. Это очень деморализует. Вот. Это правда. Вот. Но нужно понимать, что очень часто человек может как-то сам давать карты в руки и сам может учить, людей обращаться с собой определенным образом. То есть, это вот тоже нужно понимать. То есть, если люди видят, значит, человека и чувствуют от него, ну, скажем так, какие-то посылы, да, то само собой будут издевки. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что человек сам виноват, да, потому что мы все понимаем, что не виноват, не всегда и не виноват. То есть, ну, мы не будем искать виноват. Ну, мы не будем искать виноват. Мы не будем искать виноват. виноват. Но мы должны увидеть, так скажем, вклад человека. Вот. То есть, мы должны увидеть, что человек сам делает для того, чтобы вот с ним вот так вот обращались. делает ли он какой-то, ну, делает ли он какой-то вклад в это. Вот, что мы должны увидеть. Это необходимо, потому что в противном случае просто у нас, ну, не будет полной картины. Вот. Нас не будет полной, нас не будет всей картины. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что такой ответ или такой взгляд, если угодно, на ситуацию очень важно увидеть и очень важно заметить. То есть, вам нужно увидеть, что не все происходит во вне, ну, во вне. Вот. Вам нужно увидеть, что есть, ну, определенные вещи, на которые вы, как бы, ну, способны влиять сами. Сами. Вот. Нравится вам это или нет? Но, вы влияете на них. И вот, когда вы, на мой взгляд, на мой взгляд, вы влияете на них. Увидите вот эту связь между тем, что делаете вы и тем, что происходит. Да. Ну, как бы вот, ну, во внешнем мире, например, то, в общем-то, у вас появится возможность это исправить. Вот. Сейчас, на данный момент, я вполне себе допускаю, что, ну, что такой возможности у вас нет. То есть, сейчас я вполне допускаю, что вы чувствуете себя, ну, бессильный. Хотя, вполне вероятно, что это не так. То есть, вполне вероятно, что это иллюзия. И вполне вероятно, что в этом смысле вы получаете какую-то выгоду из этого, ну, из этого состояния, скажем, ну, скажем так. Вот. Это не очень хорошо, если это правда. Это не очень здорово, если это действительно так. Но, тем не менее. Дальше. Как научиться себя защищать вместе слез? Ну, смотрите, опять же. Слез. Слезы. На мой взгляд, реакция вполне нормальная. То есть, нет ничего плохого в том, что вы плачете. Если вам хочется плакать. То есть, это не является, как мне кажется, проблемой. Другой вопрос в энергии. То есть, другой вопрос в том, что это за энергия. Когда вам, например, хочется плакать. Как вы эту энергию используете дальше? Видите ли вы, что с вами происходит помимо того, что вы плачете? Вот. В слезах, в слезах. Ничего страшного нет. В слезах ничего плохого нет. Слезы это, это хорошо. Потому что если бы там, ну, условно говоря, не было бы, да, слез. Вот. Если бы вы не плакали, то, вероятно, вам было бы куда более тяжелее. Вот. Поэтому то, что вы плачете, это хорошо. Но. Важно корректно обращаться с этой энергией. Вот. На мой взгляд, в силу ряда причин, вы с этой энергией обращаетесь, ну, вот, мягко говоря, не очень хорошо. Я не знаю как, то есть вы ее, вероятно, как-то подавляете. Может быть, вы, вероятно, как-то в себе это блокируете. Вы, вероятно, считаете, что, ну, действуете как-то неправильно. Вы, вероятно, корите себя за то, что вы плачете. Если вы считаете, ну, как-бы, значит, слезы слабостью и так далее. Вероятно. 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 Из этого, из этого, из этого можно и нужно. Извлекать энергию. Вот. Из этого необходимо. Извлекать энергию. Необходимо учиться использовать это. Вот. Если вы этого, если вы этого не умеете, не умеете, если вы это использовать, то, конечно, психолог вам поможет в этом. То есть, опять же, ничего страшного нет в том, что вы не умеете это делать. Дальше. Если, значит, был жертвой с детства и функция защиты была у других людей, как себя защитить? Ну, смотрите. Здесь достаточно такой есть момент деликатный. Связан этот момент в первую очередь с тем, что если долго происходит, ну, вот, долго происходит какое-то состояние, да, если в течение долгого времени вы находились в базе свежерства, то вы научились извлекать для себя из этого, в этом состоянии пользу. Потому что человек, вот он, в этом смысле, такое существо, что из него извлекает пользу. И вы научились извлекать пользу. Ваша задача увидеть, что это за польза. Ваша задача понять, что вы из этого для себя извлекаете. Ваша задача увидеть, так называемую, вот, вторичную выгоду. Это то, что многие люди, ну, отказываются, отказываются признавать. Люди отказываются признавать, что вторичная выгода существует. Но она существует. И никто не пытается раз уличать в том, что вот, вы кайфуете от того, что вы жертву и так далее. Нет. Но для полноты картины, для полноты ощущения необходимо, необходимо опискать вот этот момент. То есть необходимо увидеть. А что же вы получаете? От того этого находятся жертвы, ну вот, в жертвы, в состоянии жертвы. Вот. И дальше уже смотреть, что можно с этим сделать. И хотите ли вы с этим что-то делать? Потому что вам придется от чего-то отказываться. На мой взгляд это нормально, то есть, как бы, отказываться от чего-то. Но вам это может быть сложно. Вам может быть очень сложно от чего-то отказываться. Вот. То есть вы можете испытывать с этим, ну, серьезные проблемы. С тем, чтобы отказываться от чего-то, к чему вы привыкли, да, там, чего-то важного и так далее. Вот. И вы можете испытывать, ну, как бы, сомнения, вы можете испытывать страх. И опять же здесь очень важна поддержка. Поддержка именно вот, значит, психолога, ну, вот, чтобы вас поддержал, чтобы вы не чувствовали, что вы одна, чтобы вы чувствовали, что не одна. что вы чувствовали, что вы справитесь и так далее. Вот, ну я могу вас уверить в том, что вы справитесь, я могу вас уверить в том, что вы сможете это сделать. Как-то так, ну и работать с личными границами, с контактом с собой, внутренняя опора и проживание травмирующих каких-то моментов, да, травмирующих каких-то фактов в вашей жизни, которые, ну вот по сути, сейчас вас отправляют. То есть опять же, в наличии самих этих фактов ничего страшного нет. Вот, ничего страшного, ничего критичного, ничего такого такого необратимого нет в этом. Но, напрягает больше всего у человека боль, боль от этого. То есть это болит, я не знаю, что с этим делать. Вот, меня это, ну как бы дает ощущение, что я в клетке. Ну вот, ощущение безысходности какой-то не возникает. И вот наша задача вам в этом помочь, чтобы такого ощущения у вас не было. Понимаете, да? Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Да, работа предстоит определенная. Вот, но она интересная в этом смысле. Она увлекательная в этом смысле, потому что... Ну, потому что вы будете как-то узнавать себя. Вы будете узнавать свою, ну скажем так, природу, да? Обращайтесь в общем и целом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. И обязательно, вот, обязательно сформулируйте обратную связь, да? То есть, как вам откликался мой ответ. Вот, какие он вызвал у вас чувства и переживания. Ну, спасибо вам, самого доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...